Там растет недовольство. Вы не хуже меня знаете, как управлять толпой. Если толпу нельзя запугать, толпе надо во что-то верить. Например? Любовь. Как бы жанр утопии уже более двух с половиной тысяч лет. Строго говоря, вот эта книга «Государство» — это диалоги. Большинство диалогов Платона, я тут азбучно истинно повторяю для философов, это диалоги между самим Платоном и его учителем Сократом. Сократ вообще считал, что писать какие-то философские тексты — это не есть хорошо. Не есть хорошо, потому что человек как-то разгружает свою память или он, читая чужие тексты, заимствует чужие идеи. Ты должен носить идеи внутри себя, в своей памяти, в своем мозгу. Ты должен жить, переживать, мучиться этими идеями. Вот такая была удивительная позиция Сократа. Он принципиально отказывался какие-либо свои мысли класть на бумагу. Но его ученик Платон тут оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, учитель сказал, что нельзя класть на бумагу, но, с другой стороны, надо же как-то передать потомкам идеи гениального учителя. Но вот он решил тогда использовать этот жанр диалогов. Практически весь Платон — это жанр диалогов. К сожалению, подзабытый жанр, хотя сегодня некоторые писатели и некоторые даже философы опять возвращаются к этому жанру диалога. Ну, вот это небольшое такое предисловие, которое объясняет, что государство непонятно, то ли это плод размышлений Платона, то ли это плод размышлений Сократа, который является как раз участником вот этого самого диалога, этих диалогов. Вот. Ну, собственно, нам всегда подавали Платона в позитивном свете. В позитивном свете я не буду сейчас описывать все постулаты, философские постулаты Платона в этом произведении. Ну, меня поразило другое, что, в общем-то, некоторые идеи Платона-Сократа, они идеально вписываются вот в те самые антиутопии, которые я описал. Это и «Замятин» роман «Мы, 20-й год», это и Олдес Хаксли, «Дивный новый мир», «32-й год», и Джордж Орвелл, «1948-й год», и Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту», «53-й год» и так далее. Почему тут я обратил внимание на совпадение? Можно подвести общий знаменатель под все современные антиутопии. Это человек, измененный человек, преобразованный человек. Но преобразованный не в сторону его улучшения и совершенствования, а наоборот. Это как бы некое человекоподобное существо, которое, в общем, уже не является образом и подобием Божьим. Это уже что-то такое напоминающее животное. Вот, возникает вопрос, значит, откуда все это взялось? Ну, вот у Платона есть на этот счет определенные мысли. Платон, оказывается, выступает против семьи. Платон считает, что не должно быть понятия родители и дети. Он в своем идеальном государстве рисует такую картинку. Все взрослые обитатели вот этой самой утопии, обитатели этого самого утопического острова, они воспринимают всех детей как своих собственных. И, с другой стороны, дети любого взрослого человека тоже воспринимают как своих родителей. Вот с его точки зрения, значит, будет тогда более тесная связка всех членов общества. Это вот укрепит общество. Вот такие вот, я бы сказал, странные размышления то ли Платона, то ли Сократа. Там нету частной собственности. Отсутствие частной собственности в утопии Платона обращали внимание многие и Пардон, и Лассаль, и классики марксизма, Ленин, Карл Макс, Фридер Хенгис именно как на позитивную идею, позитивную деталь вот этой самой конструкции идеального общества. Вот. Ну и еще, конечно, обращают внимание то, что в идеальном государстве Платона значит, у власти находятся философы. Но он их, правда, не называет философами, он их называет некой стратой мудрецов, жрецов. Но, в общем-то, на тот момент времени это были философы. Видимо, и Платон, и Сократ считали, что они те самые идеальные фигуры, которые могли бы правильно управлять обществом. Это очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Но, тем не менее, эта идея, она перекочевала в целый ряд антиутопий. Мы с вами, по-моему, даже вспоминали Герберта Уэллса, его работу 1928 года, «Открытый заговор», потом работа «Новый мировой порядок» 1940 года. Это ведь, по сути, тоже утопия Герберта Уэллса, где он рисует единое мировое государство с единым правительством. Но и во главе этого единого мирового правительства находятся именно интеллектуалы. Ну, вот что-то наподобие мудрецов Платона и Сократа. Ну, правда, значит, у Герберта Уэллса там говорится о том, что, видимо, в эту страту руководителей мира надо будет пригласить и некоторых, но не всех наиболее сознательных и умных представителей финансового капитала. Вот, конечно, этого у Платона не было. Вот такие вещи. Еще один момент, который тоже просматривается у Платона. Даже я потом нашел некоторые работы по Платону, где говорится, что он основоположник Евгеники. Ведь вот эти самые мудрецы, которые должны быть во главе идеального государства, они должны регулировать процесс деторождения. Вот, и они должны, собственно говоря, управлять процессом, кто с кем должен встречаться, от кого должны рождаться дети, от кого они не должны рождаться. И более того, если рождаются по очищаянию бракованные дети, то от них надо избавляться именно как от брака. Ну, а те, кто уже являются престарелыми людьми, ну, собственно говоря, туда им и дорога. Примерно так. Вы знаете, я сравнил эти мысли, диалогов Платона с недавним откровением Жака Атали. Это была не работа, это было выступление, это был видеоролик, в котором вот этот философ, финансист, общественный деятель, Рупор Ротшильдов, рассуждал тоже об идеальном обществе. Он рассуждал об идеальном обществе, и в основном он затрагивал вопросы здоровья и медицины. Почти как по Платону. Он говорит, что, поймите, человек должен быть счастливым. А счастливым человек может быть только тогда, когда он физически здоров. Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы люди не испытывали никаких неприятностей со здоровьем. Ну, в общем, он говорит, до 60 лет отклонение в здоровье это исключение из правила, а не норма. Да, конечно, должна быть система здравоохранения, но она, в общем-то, не будет слишком обременена. А вот люди, которые переступают рубеж 60 лет, у них начинаются болезни. Они становятся несчастными. Мало того, что они становятся несчастными, они еще становятся нагрузкой на систему здравоохранения. Он даже ссылается на какую-то статистику. Кстати, это он делает не первый раз, что большая часть всех расходов Минздравов, это расходы на людей уже предпенсионного и пенсионного возраста. Так он говорит, а зачем мы должны быть такими жестокими? Давайте мы предоставим возможность этим людям самим решать, что им делать со своей жизнью. Почему мы должны им отказывать в эвтаназии? То есть, по сути дела, это вот такая смягченная наукообразная форма Евгеники. И вот тут я вижу какую-то перекличку с Платоном. То есть, вот эта вот идея Евгеники, управления обществом на основе каких-то там рациональных принципов, эта вот идея, оказывается, она прошла через многие века и даже тысячелетия. Зачем нам победитель? Не легче ли устраивать прилюдные казни, если нам всего-то и нужно, что держать дистрикты в повиновении? Это быстрее? Ну, мне хотелось бы сказать, что ведь идеи Платона, вот эти идеи, они оказались заразными. Можно вспомнить Томаса Мора. Но считается, что это не антиутопия, а утопия. Собственно, само слово утопия вошло в обращение после вот известного произведения Томаса Мора, где он описывает вот этот самый остров утопия. Утопия, но это из греческого языка. Топос это вот некое место. Частица у это означает либо то, чего нету, либо это что-то такое вот хорошее, идеальное от этимологии слова утопия. Но вряд ли с точки зрения многих людей, описанное Томасом Мором обществом, можно назвать утопией. Для меня это антиутопия. Так же, как и государство Платона антиутопия. Он, Томас Мор, конечно, не берет все у Платона. Все-таки надо иметь в виду, Томас Мор считался католиком. Конечно, как католик он не мог, скажем, воспринять идеи Платона о том, что семья это плохо, о том, что, значит, дети должны рождаться по указке каких-то правителей или наоборот не рождаться опять-таки по указке правителей, как это, скажем, Олдеса Хаксли у Джорджа Орвелла, все это там описано, я повторять это не буду. Но все-таки некоторые вещи он берет у Платона, например, частная собственность, ее не должно быть, частной собственности не должно быть. Достаточно толерантное отношение к религиям. Да, он хотя и католик, но он говорит, что мы должны как-то дать людям свободу, пусть они исповедуют любую религию, за исключением, может быть, атеизма. Очень такая противоречивая фигура Томас Мор, я изучал его биографию. Собственно, Томас Мор дружил с Горазмом Роттердамским. Они были единомышленники. Горазм Роттердамский, конечно, был гораздо более радикальным человеком. Можно сказать, что он был уже даже атеистом. Хотя использовал иногда какие-то такие политестные формы в адрес христианства. В общем, и он издал, кстати говоря, в 1516 году издал вот эту утопию Томаса Мора. Тоже очень удивительно. 1516 год. Мартин Лютер написал свои 95 Терресов в 1517 году. Тут еще можно вспомнить Генриха Восьмого. Генрих Восьмой, как вы знаете, он считается отцом-основателем англиканской церкви. А история началась с того, что Папа Римский отказался признать его брак, который, в общем-то, выражаясь нашим языком был марганатическим браком. Генрих Восьмой встал в оппозицию, кончилось это церковным расколом, а Томас Мор оказался на стороне Папы Римского. В результате Томасу Мору голову отрубили. Но при этом Томас Мор был толерантным. Вот такая вот, я бы сказал, развоенность этого человека. И где-то уже в наше время, в конце XX века Ватикан принял решение о канонизации Томаса Мора. Святой мученик обычно погибает, такова традиция. Вот, ну я просто так немножко расширяю как бы картинку, но еще раз повторяю, что Томас Мор воспринял некоторые идеи Платона. Но мы, конечно, вспоминаем еще одного утописта, Томаса Кампанелла. Томаса Кампанелла написал «Город солнца век спустя», даже немножко больше, 623 год, дата выхода его произведения. Вот, пожалуй, Томаса Кампанелла взял все, что можно было взять у Платона. Я не повторяю, просто хочу сказать, что идеи Платона, они казались очень живучими, поэтому, если перечитывать Томаса Кампанеллу, то нормальный человек, по крайней мере, живучий в России, воспримет город солнца как антиутопию, как антиутопию. Можно, конечно, вспомнить Жан-Зака Руссо, который был и философом, и писателем, он тоже много взял у Платона. Вот, так что, я хочу сказать, что идеи Платона очень живучи, и, конечно, не Замятин, не последующие известные антиутописты, они не цитировали Платона, и даже не упоминали Платона, но вот, я думаю, что все-таки они находились под влиянием то ли Платона, еще раз повторяю, то ли, может быть, Сократа. Вот такие мои размышления. Когда-то в детстве я очень любил Джером Джерома. Но все знают, что Джером Джером, автор «Трое в лодке, не читая собаки», что это, значит, мастер юмора, значит, если хочешь поднять свое настроение, почитай Джером Джерома. Но, оказывается, у Джером Джерома был рассказ, который называется «Новая утопия». На самом деле, конечно, это яркая антиутопия. Я очень рекомендую тем, кто не имеет много времени, вот этот рассказ «Джером Джерома новая утопия» займет, наверное, 25-30 минут чтения, неспешного такого, с размышлениями. Но вы не пожалеете. Я считаю, что, пожалуй, Джером Джером первый, кто вообще как бы сделал заявку на жанр антиутопии. Этот рассказ появился в 1893 году, за 27 лет до появления замятинского романа «Мы», который считают историки литературы первым произведением жанра антиутопии. еще одно произведение тоже англичанина, которое меня поразило. Это небольшая повесть. Автор этой повести, известный многим Эдвард Форстер, но я наткнулся просто на его небольшую повесть, которая по-английски звучит «The Machine Stops». В русском переводе либо машина остановилась, либо машина останавливается. это потрясающая вещь, но потрясающая чем? Мы вот с вами живем в эпоху, когда научно-технический прогресс это нечто такое сакральное. Мы молимся на этот научно-технический прогресс, считаем, что научно-технический прогресс делает человека свободнее, делает его умнее, делает его богаче. Форсер как раз показывает, что это очень опасные надежды, очень опасные упования. Та машина, которая делает героев этого произведения вроде бы, если не счастливыми, то, по крайней мере, удовлетворенными, умиротворенными и привыкшими к этому моду слуленде, этому образу жизни, вдруг начинают нервничать, потому что возникают какие-то перебои в их жизнеобеспечении. Я не буду сейчас эту техносферу вам рассказывать, почитайте. Поначалу некоторые говорят, да нет, это вам кажется. Вот, некоторые там задаются вопросом, а что это такое? Раньше этого не было. Вот, это тебе так показалось, но через некоторое время все начинают чувствовать, что машина действительно дает перебои, и что вообще не только они могут лишиться своего комфорта, своей привычной размеренной жизни, у некоторых вообще возникает опасение за свою жизнь. и вот тут они начинают пытаться как-то вникнуть в эту самую историю. Они даже добывают чертежи этой самой машины. Но выясняется, что эту машину создавали люди, которые жили много веков назад. Они были действительно гениальны, они были умны. Последующие там поколения, несколько поколений, они хорошо разбирались в этих чертежах, они налаживали управление и ремонт этой машины. Но после этого такие люди исчезли. И несколько поколений продолжало пользоваться благами этой машины, не понимая даже устройства этой машины, не понимая как ей управлять, как ее ремонтировать. Ну в общем, как вы сами догадываетесь, начинается с утопией, кончается страшной антиутопией. Чем кончается, почитайте. Ну зачем ты его дергаешь, зачем? Я чиню. Зачем? Работает оно как-то, и пусть работает. Ты забыл, каким трудом нам досталась стабильность? Я чиню. Что за народ? Еще раз повторяю, что моя книга не претендует на сверх высокую роль. Это некий мостик, это некий, и будем так говорить по сказке, что читать и может быть как читать. А дело в том, что антиутопии сбываются. Уже я бы сказал 90% того, что писали Замятин Хаксли, Орвел и там Карел Чапик, можно еще Форстер, все это на наших глазах начинает реализовываться. Да, конечно, там еще процентов 10-20 не реализовалось, по крайней мере, люди уже начинают понимать, что есть мысл почитать. И главное, не для того, чтобы найти подтверждение, что они были такие гениальны, а то сразу возникают целые вопросы. Что это предлагали авторы? Как нам? Собственно говоря, антиутопия отличается от утопии, что утопия рассказывает о том, куда надо двигаться, а антиутопия это предупреждение. Почти все эти авторы они предупреждали. Конечно, кто-то более назидательно и настоятельно, кто-то просто между строк но все предупреждали. Так что скорее антиутопия интересна с точки зрения понимания того, как нам выходить из этой ситуации. Кстати, я хочу сказать, что я достаточно часто пользуюсь такой книжкой, она у меня настольная, это последняя книга священного писания, о строении она богослова или апокалипсис. Будем так говорить, что эта книга прежде всего описывает те события, которые люди переживали во всей эпохе человеческой истории. Ну, книга появилась 2000 лет тому назад. То есть это как бы некий такой, я бы сказал, духовный смысл событий. То есть тут не надо воспринимать откровение от Яна Богослова как некое просто предсказание каких-то исторических событий. Но какой-то части откровения Яна Богослова это и предсказание исторических событий. И вот если брать эту вторую часть откровения на Богослово, то в свою очередь тут как бы есть исторические события, которые уже свершились, исторические события, которым еще предстоит свершиться. Потому что некоторые склонны считать, что мол, откровение на Богослово это мифология. Какая же мифология? Например, третий ангел вострубил. Это глава восьмая. Ведь там говорится о том, что звезда полынь упала на землю. Вы сами понимаете, что это как раз чернобыльская авария. Давайте возьмем главу шестнадцатую, например. Там говорится о великом городе Иерусалиме, который разделен на три части. Андрей Кисарийский, один из первых и глубочайших толкователей откровения на Богослово, эту часть не смог до конца растолковать. Но если мы сегодня посмотрим на Иерусалим, мы четко видим эти три части. Христианскую, иудейскую и мусульманскую. Но еще сто лет назад никто бы не мог дать этой картинке, потому что ее еще сто лет назад не было. Вот вам еще одна реализация предсказания Откровения Иоанна Богослова. Давайте мы с вами возьмем потрясающую восемнадцатую главу Откровения Иоанна Богослова, где говорится о гибели Вавилонской блудницы. Помните, когда начался этот дым и пожар Вавилонской блудницы, многие современные фолкователи считают, что это Нью-Йорк, это вот как раз репетиция вот этого самого апокалипсиса 11 сентября 2001 года. Ну и там ведь сказано о том, что возрыдали купцы всего мира. И дальше перечисляется, что это были за купцы. Ведь это писалось 2000 лет тому назад. там Иоанн Богослов говорит, купцы вельможи земли, ни в древние иудеи времен Иоанна Богослова, ни в Римской империи купцы не были вельможи. Они были третьим сословием. Как мог Иоанн Богослов сказать про купцов, что это вельможи мира? Иоанн Богослов предвидел, что наступит вот эта эпоха, которую мы на своем языке называем капитализмом. И мы сегодня называем этих вельмож хозяева денег, которые не сегодня, завтра станут хозяевами мира. Вот вам еще одно предсказание. Моя точка зрения удивительнейшее предсказание. А в той же главе 18, где говорится об этих самых купцах, которые значит наживались на торговле того-то, того-то, подробнейший ряд товаров кончается от причисления души и тела людей. Сказаны не торговцы рабами, торговля телами, торговцы телами. А мы разве сегодня не видим с вами, как людей используют в качестве запчастей? То есть это торговля телами. Так что, конечно, я считаю, что и утопией, и антиутопией являются прежде всего, конечно, откровением Анны Богослова. Власть держится на страхе. Надежда. Надежда? Надежда. Это единственное, что сильнее страха. Призрак Надежды это эффективно, но переборщить с ней опасно. Немного можно, только если она под контролем. То есть? То есть контролируйте. воины выигрывает золото, а не солдаты. Людям нужна не только еда. Они жаждут зрелищ. И если мы не обеспечим их, они создадут свои. А их зрелища могут кончиться тем, что нас с вами порвут на куски. Ну а вдруг, вдруг все перестанут их смотреть? Не перестанут. А если перестанут? Если мы перестанем? И не мечтаем. Мы болеем за своих и плачем, когда их убивают. Что за уроды? Гейл. Нет публики, значит нет игр. Вот и все. Музыка. Продолжение следует...